Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим о двух приложениях, которые по умолчанию находятся в наших установленных, являются системными, но на самом деле ничего хорошего из себя не представляют. Заходим во все приложения, как у вас на телефонах, ребят, эти приложения должны быть на всех телефонах, не только Xiaomi, а и на любых других, и вводим такое слово по-английски «book». Красота! Одно из них даже работает в фоне. Конечно, забирает оперативки нет ни хрена, но все равно. Эти два приложения, в принципе, друг с другом взаимосвязаны. За что же они отвечают, друзья? Смотрите, если вкратце, о чем идет речь. Например, браузер Chrome. Бам! Нашли закладки, и вот у вас есть закладочки. Вы открываете там свои какие-то закладки сохраненные, и хренакс, у вас еще одна закладка появилась. Вот здесь вот рекламная какая-то реклама, партнеров Google, реклама кого-то еще. Обычно это бывает в самом начале, когда телефон только приобретается, и есть установленные закладки от каких-то партнеров. И вот эти два приложения отвечают именно за это. То есть вот это вот com.android.providers.com.android.providers.partnerbooksmark. booksmark, то есть это, так скажем, предустановленные закладки на нашем браузере от партнеров. Партнер, вы сами понимаете, партнеры, да, bookmarks – это закладки. То есть закладки браузера от партнеров Google. Это, друзья, на 90% служба контекстной рекламы в наших браузерах, в закладках его. Вот одно и второе. То есть если вкратце, вот это, по идее, было те закладки, которые у вас были предустановлены уже в браузере, да, а это служба закладок, которые может добавлять. Видите, опять работает в фоне постоянно, хотя нам это не надо. Но оно то включается, то выключается из фона. Зачем? Providers.partners.bookmark. То есть закладки от партнеров Google, которые к нам не имеют никакого отношения, но приложение тратит, тратит свое, забирает. Отсюда, друзья, ничего сделать нельзя, только чистить и закрыть. Соответственно, то же самое. Но мы можем это с вами удалить через другой секретный меню, которым вы, конечно, знаете. Сейчас расскажу один секретик. Смотрите, заходим в Play Market. Три полосочки. Справка, отзыв. Ну, об этом знаете, чтобы сюда зайти, нужно быть на светлой теме. Дальше, как удалять и отключать приложение. И вот здесь нажмите, чтобы перейти в настройки. Вы попадаете в хранилище с приложениями, но уже в такое хранилище, через которое можно отключать приложение. Нажимаем показать системные процессы. Путь очень долгий до него, да, друзья? Постоянно в Play Market надо заходить. А что, если мы с вами его закроем, а потом нажмем одну кнопочку, например, вот такую, бах, и попадем в это же приложение. Если интересно, скажу, как это я делал, друзья, но это уже в отдельном видео. Хорошо. Зашли мы через Play Market и ищем наше приложение. Здесь все идет по алфавиту, по порядку. Находим первое приложение, Bookmark Provider. Питание и производительность. На всякий случай ограничиваем работу в фоне. И затем остановить, отключить. Отключить приложение. И то же самое делаем со вторым. Вот. Common Droid Provider's Partner Bookmark. Хранилище. На всякий случай ограничиваем работу в фоне. Заходим в хранилище кэш. Очистить кэш. Очистить хранилище. Остановить. Окей. Отключить. Окей. Все. Все у нас отключено. Все у нас остановлено. Теперь, если мы зайдем в наше приложение, мы видим, что появились два красных значка. То есть мы их отключили, и больше они в нашем телефоне работать не будут. Заходим в браузер Chrome для проверки. Закладки. Все закладки работают. Все у вас есть. Все видно. То есть мы можем даже перезагрузить Chrome на всякий случай. Закладки. Как видите, все работает. Все показывается. Если вдруг проверка, например, нужна на стоковом браузере, который мы в скором времени с вами удалим, то опять же выбрали любое приложение, которое есть. А у нас в стране это недоступно. Ну пускай Instagram. Хрен сенабо. Добавили это в закладки. Потом выбрали закладки. И видите, что все это Instagram работает. Закладки сохраняются. То есть мы никак не повлияли с вами на те закладки, которые вы делаете в Chrome, но убили два рекламных сервиса, которые могли подсовывать свои рекламные закладки в наши с вами сохраненные. Вот такие два сервиса есть в приложении. Друзья, также это можно было бы сделать через программку ADB AppControl, которая позволяет удалять вообще любые системные приложения, отключать на нашем с вами телефоне. В программе находятся все системные приложения, которые есть на вашем телефоне. Вводите в поиски, так же как мы с вами вводили слово Book, выбираете эти два приложения, отключить, отключить. И как видите, они пропадают из этого пункта и находятся теперь в отключенных. И если мы сейчас с вами перезайдем в меню приложений, то они уже тоже с красными значками. Так же, если нажать на них, например, удалить, то можно совсем удалить их из нашего телефона, и их даже не будет видно в списке приложений. Как работает эта программка, ребята, смотрите, в правом верхнем углу будет ссылочка на видео, а так же в описании к видео брошу и где скачать, и как она работает, программа очень хорошая. Все, друзья, спасибо, что смотрели, ставьте лайкосы, всех благ, вам удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok